сканер сканировать систем тонких тел на талии находит все не воронка в ногах хорошо случайно наступил вытаскивай воронку идет в клетку тюрьму готова хорошо и у нее спрут но он черный спрут в клетке он в клетке и он показывает как он черную жидкость вокруг нее распространяет сколько ты находишься в этом биополе спрут конец июля начала и почему на ком основании ты черную энергию свою распространяешь в ее биополе он пробивает место себе что ты не видел никакой защиты у человека видел видел и все равно ты пошел до ее энергии вибрации ему подойдут ты любишь энергии хочет я сейчас сделаю купол из ангельских энергий откроет над тобой поток любви абсолюта не хочет и если бы он этого хотел он бы к ангелу подсоединился энергии тяжелые тяжелее ангельских схожие с его энергиями ему трудно найти подселение он выбрал и я хорошо проверим тебя тогда кто ты такой на самом деле есть мы начинаем с реверса энергии даю команду тонкой копии наталья спроизирует все энергетические сферические каналы каналы выстраиваются к спруту и воронке даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой аббрационной энергии откат всех негативных программ негативных после фор пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к наталье энергии страха энергии неуверенности энергии всех болезней все что она могла получить от них возвращается назад усилий потоки в 50 раз вера считай информацию сколько эта воронка находится биополя 20 дней и она она понижает вибрации к ней просто серость идет как дым она вступила не или и подкинули давай проверим выстраивай канал она прошла через нее сколько у нее герц 19 19 герц она как вихрь понятно она точно блуждающая да я попробую выставить канал может туда притянется выстраивай канал от этой воронки к ответственному если такого есть притягивая в клетку тюрьму нет она как показывает мне идет картинка она может разгоняться и останавливаться когда она была остановленном состоянии наталья прошла через нее для кого-то она именно вихрем заходит здесь нужно было быть спокойным чтобы ее не заметили куда энергия отправляет эта воронка питается сама набирает вибрации и дальше сколько ей нужно энергии и дальше она растет поднимает свои вибрации переходит более высоковибрационному человеку хорошо откуда ты эта воронка нижний мир или космический да это нижние вибрации нижние вибрации понятно хорошо закончился устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса наталья забирается чистые светлые божественные энергии обратно пошла энергия божественная чистая 1 2 3 все что не похитили все что не изъяли до последней капли возвращает наталья себе обратно она хозяйка своих энергий возвращает всего свое себе обратно это две верхние чакры у нее от спрота третий глаз идет синяя энергия суета вот от воронки возвращается то есть когда воронка вибрировала у нее суета идти куда то то есть к воронке идет суета да наоборот показа показано что коествия возвращается сканер просканирует начистоте спрута осталось что-то или нет осталось выведи находится в биополе наталья начистоте спрута отключает присоски присоски хорошо скрут выходи вытаскивай свои доски сканер останавливается хорошо хорошо даю команду на рассинхронизацию наталья с этой воронкой из прутом на счет 3 1 2 3 пошла рассинхронизация или команду сканеру на контрольную проверку пошла проверка хожу к натали помогаемой энергии отстегнуть и все каналы на счет 3 1 2 3 удар отлетает каналы открывая воронку в галактическое ядро канал улетает на переработку закрывая печатаю раствория готова под воронкой открывая портал в галактическое ядро она уходит на переработку закрывая печатаю раствория спрут я тебе скажу один раз если ты не хочешь уйти туда куда ушла сейчас эта воронка, ты больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Ему понятно, но его Ли заберет. Я только хотел еще спросить, представляю ли он интерес для Ли. Ли, почему он черный? Паразитирующий. Он не смотрит на защиты. Он выбирает среду, которая ему нужна, и добивает, пробивает любые защиты. Он не отстает от человеческой души, от человеческого тела и тонких тел. Находит подходящую среду и пытается проникнуть. То есть он бы вернулся по-любому, да? Да, именно поэтому мы заберем ее. Благодарю тебя. Так, клетка у нас пустая, вера? Да. Давай заправим энергиями Наталью. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 340 и 24. На счет 3 макушку головы Натальи начинает поступать 7 высокоибрационных потоков по 340 процентов каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Наталья, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Легко. Отлично. У нас остались еще 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти к куратору или учителю Натальи. Это мужчина. Снимается маска и голограмма. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем к куратору или учителю Натальи. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Благодарю за приглашение. Мое имя Элай. Приветствуем вас, уважаемый Элай. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили проверку вашей подопечной. У нее остались 10 вопросов, которые она хотела бы задать вам. Будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы? Ваша атмосфера расслабляет. Да, и я отвечу на вопросы души для дальнейшего развития. Благодарим вас. Я начинаю с первого вопроса. Где родилась моя душа? Плеяды. Плеяды. Звезды Плеяды. Семь сестер. Плеядянка. Приветствуем представителя Плеяд в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Вижу, что здесь нас большинство. Так и есть. Здесь в этой комнате нас большинство. Можем идти дальше? Вопрос отвечен. Продолжай. Конечно. Второй вопрос. Как развивать телепатию для связи с тобой? А чтобы развивать телепатию, нужно начинать с малого. С визуализации простых вещей. Спокойное место. Спокойный холодный ум. Визуализация. Когда ты четко будешь что-то видеть, будет открыты дальнейшие шаги. Интуиция, которую нужно слушать и доверять. Тишина. Тишина помогает очень часто. Но нужно правильно сонастраиваться. Еще раз повторюсь. Интуиция и сердце подсказывает путь. Телепатия доступна только там, где частота канала не нарушена. Это работа над собой. Работа и анализ. Правильное принятие и понимание информации. Поэтому короткие медитации и визуализации – это начало пути к открытию яснознания, ясновидения и телепатии. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Лай. Третий вопрос. На каком уровне находится мое высшее я? Высшее я – уровень 10. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Имеет ли связь с предыдущими воплощениями проблема с моими глазами? Является ли это кармическим следствием из прошлой жизни? Нет, не является. Здесь немного другая причина. Работа над собой, открытие третьего глаза, яснознание, ясновидение, понимание процесса – это то, что тебе нужно научиться в этом воплощении. Именно поэтому видение связано между собой. Когда ты тормозишь свое развитие, соответственно, физическое тело идет в разрез с тонкими телами и получает удар по здоровью или органам. Это был мой ответ. Я благодарю вас. Пятый вопрос. При выдавливании негатива мое синее тело всегда очень темное. Справляюсь ли я с выдавливанием темной энергии? Ты делаешь лишь часть работы, не понимая общую суть и ограничивая себя в знаниях. Технически ты делаешь все правильно. Духовно ты должна понимать, что такое синее тело. Это и есть твое яснознание, ясновидение. Телепатия, как ты называешь это, ее нужно развивать шаг за шагом, раскрывать. Тогда тело будет чиститься, так как будет заряжаться новыми знаниями, постоянной энергией и вибрациями. Вибрации идут от знаний и расширения пространства и энергий, получаемых от новых практик. Когда не заходят новые практики и знания, остаются постоянные вибрации энергии. Я бы посоветовал начинать с разного количества энергий и учиться чувствовать их чуть меньше, чуть больше, чтобы ты понимала и видела, как твое синее тело или же энергетическая точка. Чакра при поднятии вибрации меняет свет и распространяется шире, больше, объемней. Получая эти чувства и видения, ты будешь получать дальнейшую информацию. Сдвигайся с точки, которую ты знаешь и двигайся дальше в своем развитии. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. После выдавливания негатива я вижу мои энергетические поля яркими и красивыми, а во время заправки я вижу поступающие энергии, окутанные в молочно-белый свет. Никогда не увидела их яркими. Это правильно в моем случае. Энергии можно видеть по-разному. В твоем случае, как я уже сказал, ты можешь развивать, не останавливаться на одном месте, развивать свои телепатические способности, яснознания, ясновидения, яснослышания. Энергии могут окончательно потерять свет, потому что ты начнешь их чувствовать или станут намного ярче, наполняясь энергиями плеяд. Ты почувствуешь их тяжесть, тягучесть и частоту. Это зависит от тебя. Сдвинься с точки, на которой ты стоишь. Попробуй поменять вибрации, но не сильно, и количество энергий. Поиграй с этими энергиями, и ты поймешь разницу, начни двигаться в этом направлении. Благодарю. Благодарю вас, Элай. Я продолжаю. Седьмой вопрос. Я знаю, что заданием души в воплощении является развитие и повышение уровня осознанности. Пожалуйста, скажи, если это возможно, на что я должна обратить особое внимание в этом воплощении? Твоя душа может перейти на 11 уровень согласно твоему развитию в этом воплощении на планете Земля. На что тебе обратить внимание? На свое в первую очередь продвижение, внутреннюю силу знания, для чего ты здесь лень и откладывание своего образования или визуализации ведет твою душу к откладыванию перехода на следующий уровень. Черпай информацию из разных источников, анализируй, практикуй, ошибайся, находи правильный путь. Не бойся изучать, изучать свои энергии, экспериментировать с ними, со своими родными энергиями. Не дай душе стоять на одном месте, прислушайся к ней, прислушайся, куда она ведет тебя. Благодарю. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Сколько негативной энергии я набрала в этом воплощении? 23%. Благодарю вас. Девятый вопрос. Пожалуйста, укажи на мои недостатки, блоки, которые мешают развитию моей души. Человеческое тело и проживание на планете Земля ведут к определенному образу ответов реакций, действий. Твои накопленные реакции, привычки усложняют твое развитие. Также, учитывая тяжесть плейдянских энергий, многие твои реакции и ответы тяжелые, непонятные другим, эгоистичные, безапелляционные, резкие. На Земле правильно говорят молчание золото. Иногда нужно промолчать и обдумать свой ответ. Обычные реакции не ведут к правильному завершению ситуации. Нужно учиться договариваться на уровне человеческого плана. Это самое правильное решение. Я вижу, как ты меняешься. Но есть еще внутренняя буря, которая ведет тебя к твоим осознанным, накопленным, я бы сказал, привычкам. Анализируй их. Анализируй и знай, что есть и другие решения. Не всегда твое решение правильное. Если не хватает знаний, это не значит, что нужно сомневаться в чьих-то словах и решениях. Это значит, нужно развиваться и искать альтернативные решения. Ищи эти знания, анализируй. Это твой багаж, это твоя информация, отталкивать которую из-за незнания неправильно. Я пытался объяснить человеческим языком. Надеюсь, это понятно. Все понятно, уважаемый Лай. Никаких вопросов нет. Можем продолжать? Да. Десятый, последний вопрос. Все время от момента моей чистки я учусь контролировать мои реакции, сохранять внутреннее равновесие и спокойствие. Однако иногда, как фон, я чувствую что-то тяжелое и мрачное. Это отклики прошлых воплощений или чужое воздействие. Это твои плеядеанские энергии, которые нужно понимать, чувствовать и гармонизировать. Иначе они будут тяжелым грузом накопленных привычек, которые формировались с самого рождения. Тело помнит их и старается выплеснуть, но душа сдерживает. Именно эту тяжесть ты ощущаешь. Понимая это, гармонизируй твою энергию с биороботом. Только вместе работая, ты сможешь сбалансировать и находиться в гармонии. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Лай. Остались заключительные слова. Наталья, благодарю тебя, мой самый близкий друг. Пожалуйста, направляй меня к свету, к нашему отцу. Не позволяй мне терять земное время понапрасну. Подсказывай мне, как поступать, чтобы максимально использовать мое текущее воплощение для развития моей души. Пребывай в радости и жди наших встреч. Прими мою любовь и благодарность. Благодарю, благодарю, благодарю. Принимаю и благодарю. Хочу лишь добавить, чтобы слышать свет и путь. Знаки, куда я стараюсь направить. Ты должна не искать вне себя, а прислушиваться к своей душе, выбирая путь, а также не стоять на месте, развиваясь. Благодарю за эту встречу. Все ответы внутри нас. Благодарю я вас, уважаемый Илай. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую, я думаю, на плеядах отлично знают. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы делаем всегда один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Я спрашиваю разрешение уважаемого куратора Илая. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок? В знак благодарности за его визит, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Интересные ягоды. Мне напоминают звезды. Так и есть. Разных галактик. Приятно получать подарки. Нам очень приятно, что вам понравилось. Остались еще заключительные слова. Вернее, не слова, а просьба Наталии к нам. Прошу вас, кроме традиционного подарка, который вы преподносите каждому представителю духовного мира, передайте моему дорогому куратору мыслеформу из моего детства. Когда я, маленькая девочка, бегу, распахнув руки по лужайке напротив ветру, который бывает перед сильным летним дождем. Я хочу подарить это чудесное ощущение свободы, полета, радости, наслаждения этой свободой, приятное ощущение от прикосновения босыми ногами к мягкой зеленой траве. И эта форма материализуется. Благодарю за эту мыслеформу. Я все прочувствовал. Мои вибрации распространяются по вашей комнате. Чувство свободы, ветра и бесконечности наполняют меня. Благодарю за этот земной опыт в этом пространстве. Передавайте, пожалуйста, привет моим родным плеядам. Мы будем рады всем кураторам и учителям, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все, что им мешает в развитии, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Да будет так. Приятного вам бытия. Благодарим вас, Элая, и вам всего наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Наталья, мы закончили встречу с вашим куратором Элаем. Вы получили все ответы на свои вопросы. Я вся трепещу. Это так неожиданно и приятно. Я наполнилась энергиями плеяд. Они как будто возродились внутри меня, и я четко осознала свою внутреннюю судьбу. Благодарю вас за эту встречу. Во благо от себя добавлю. Энергия плеяд ощущается как мед. Можно так сказать, они густые, плотные. Расширяйте свой стержень с энергиями плеяды, ставьте вокруг себя защиту из энергии плеяд изнутри, и вы будете всегда защищены. Не забывайте всегда после заправки энергиями синхронизировать и гармонизировать эти энергии, иначе они будут тяжестью у вас лежать. Хорошо. Благодарю за это дополнение. Во благо. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Натальи в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу каждой клеточки и извиленки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Мне очень жаль, что потеряно время, и я раньше не встретилась со своим куратором. Зато сейчас встретились. Может, вы тогда не были готовы. И это тоже может быть. Готовы. Отключайся от объекта и поднимайся в свои комнаты диагностики. Пошел подъем.